В честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Борис Петрович Рядькин, глава городского поселения города Амурск, посетил на дому ветеранов-фронтовиков и участников тыла. Ценные подарки, цветы, открытки, а также стихотворения, подготовленные младшими школьниками, это та маленькая толика, чем мы можем отблагодарить наших земляков за их героизм. Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был подвигом, проявлением беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине. Солдаты, ковавшие победу, повторяли как заклинание. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что свершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Мужество – это когда невыносимо трудно, а ты продолжаешь путь. Вам низкий поклон от наших амурчан. Большое спасибо. А вам желаю, конечно, крепкого здоровья, здоровья и прожить сто лет. Так вот. Ой, милая моя, да хорошая. Спасибо, маленькая. Вы, белый командующий, это вам моя открытка. Ага. Всем здоровья вам, успехов больших. Солдаты победы. Им выпала самая страшная война. Это они прошли огонь и дым, мерзли в окопах и переплывали реки, горели в танке и тонули под бомбежкой на Волге, Днепре, Одере, Висле. Хоронили своих товарищей и шли через горящие леса, освобождая наше отечество. Они сокрушили фашизм, поработивший многие народы и государства. Спасибо за все, что вы сделали для города Амурска. Воевали, строили и что мы с вами живем в бездное время. Но вам лично поклон от амурчан, низкий поклон. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Вот этот подарочек вам, мы поставим свой подарочек. С каждым из ветеранов Борис Петрович побеседовал, обсудил вопросы и проблемы, которые волнуют их на сегодняшний день. Все они были взяты на заметку главой. В свою очередь Борис Петрович поздравил ветеранов с наступающим днем Великой Победы и пожелал им здоровья и всяческих благ. Незабываемые встречи, на которых нам посчастливилось соприкоснуться с нашими победителями, останутся на всю жизнь, а их слезы благодарности, теплые рукопожатия, рассказы о себе, еще долго-долго будут отзываться эхом в наших сердцах.